Великое русское путешествие Великое русское путешествие Великое русское путешествие Великое русское путешествие Занимался переводами на русский язык средневековой еврейской поэзии и современных израильских поэтов. Скончался 30 марта 2009 года в больнице в Тель-Авиве. Дело в том, что пока Гендарев был жив, называть его великим поэтом, как-то язык не поворачивался. Он был слишком рядом. Из-за этого его поэзия была для нас слишком привычной, слишком житейской, слишком обыденной. И, к сожалению, понадобилось, чтобы его не стало, чтобы, отдалившись от него самого, его поэзия приобрела истинные размеры. Он видел жизнь, точнее, он видел смерть, как оборотную сторону жизни. Поэтому он мог жить и там, и здесь. Он мог перемещаться между двумя мирами, потому что он видел, в чем они одно и то же. В Гендареве вообще очень много такой необычной, но ужасно привлекательной мистики. Но я хотел бы, чтобы немножко нашу беседу развеселить, вспомнить одно обстоятельство. В какой-то момент люди стали петь Гендарева. И был такой человек в Иерусалиме, Олег Шмаков, который очень много положил Мишиных текстов на музыку. Но он пел в жанре шансона. Он такой был очень хороший гитарист. И вдруг в какой-то момент, когда он пел очень серьезную песню Гендарева, написанную про катастрофу, она звучала, как хорошая дворовая песня. И вдруг вот то обстоятельство, что Мишины стихи, из них получаются, из них можно сделать замечательную дворовую пацанскую песню, шансон, и что в его стихах очень серьезных, сложных, культурных все это заложено, это обстоятельство чрезвычайно меня удивило и обрадовало. Это совершенно не случайно, что вы сказали именно пацанская песня. Гендарев отличался необыкновенным, я просто не знаю других, в том числе и в русской поэзии, необыкновенным чувством и чутьем на слова. То, что он делает с языком, нормальному, обычному, гениальному поэту не под силу. Он это делал. Он ощущал язык, как вы ощущаете любимую женщину. И она отвечала ему взаимностью, в данном случае, язык. Когда стояло солнце, циклопас мирно в трубе узорной, в моей глазнице, и не мерцает, а все слепит. Когда опоздавший, как холодая, перед так нумеровал столице, что санскрит по скриптум кириллица и иврит. В определенном смысле Гендарев – это поэт итоговый. Он подвел итог к громадному числу достижений русской поэзии. Например, я не говорю о Мандельштаме и Бродском. Это и Заболоцкий, это и Высоцкий. И много еще чего мы еще не расслышали и не распознали. Пастернак, естественно, там тоже. Он создал новую мифологию Израиля. До него ее не было. На самом деле, в определенном смысле, он создал поэзию нового Израиля. Это, может быть, нам так кажется. Но когда я услышал, как его песню про Ливанскую войну, про то, как танки неторопливо спускаются. Господь наш не знает по-русски, собственно говоря. Поет группа «Нана», и в интервью лидер группы «Нана» говорит, что это лучшая песня о войне, которую мы знаем. Я понимаю, что этот человек не понимает, что это написано про Ливанскую войну. Он думает, что про Великую Отечественную. Понимаете? То есть здесь какая-то возникает универсальность. У него «Господь наш не знает по-русски». Это как у него? Это немцы поют, что ли? Ну да, год на поле. Ну, неважно, как-то это прошло. Да. Господи, что тебе снится, покуда углем от руки я заполняю страницу, все бабочки, дамотыльки, и все о любви до бессмертия, о непрогибели смерть. И черно-багровая бабочка сердце мерцает, готова лететь. Не перевернется страница, а с мясом вырвется. Ах, в мгновенном бою на границе, у белого дня на глазах, с прищуром тем более узким, чем пристальнее устремлен. «Господь наш, Господь наш не знает по-русски и русских не помнит имен». Да, это все на израильском материале, на нашем, на все той же почве. Но при этом он создал вещи универсальные. Видите, в чем дело. Есть одна книга, написанная до Генделева, тоже на местной почве. Называется «Библия». Она универсальна. Так вот, понимаете, почва, видимо, такая. Или авторы такие, я не знаю. Дело в том, что то, что здесь создается по-настоящему, оно в силу одного этого факта уже является вещами мирового значения. Я очень хотел бы поговорить про иерусалимскую составляющую его поэзии, но не раньше, чем мы посмотрим небольшой сюжет, посвященный новой выставке в Тель-Авивском музее изобразительных искусств. Прекрасно. Тель-Авивский музей изобразительных искусств был открыт в 1932 году в доме первого мэра Тель-Авива, мэра Дизингова, где, кстати, и была провозглашена независимость Израиля. С 1971 года он находится на своем теперешнем месте, на улице Шауля-Меллах. Но зданий, в которых выставлялись собрания классического и современного искусства, за всю историю музея было пять. Причем пятая появилась совсем недавно. Новое здание Тель-Авивского музея, распахнувшее свои двери 2 ноября, снаружи кажется совсем небольшим. Зато внутри посетителям открывается потрясающая перспектива. Архитектор Престон Скотт Коэн построил новый дом для современного израильского искусства. С самого начала существовало две идеи работы над этим зданием. Две концепции создания музеев, которые существуют в мире. Первое – это пространство для людей, для зрителей, которые идут сюда, и для всего того, что здесь выставляется. И второе – это пространство для выражения вдохновения архитектора. Главный гость торжественной церемонии открытия приехал из Германии. Выдающийся художник современности Ансель Мкифер с радостью согласился открыть в своей экспозиции новый этап существования Тель-Авивского музея. Когда меня попросили сделать первую выставку в новом музее, я был очень удивлен. Потому что непросто понять, что немецкий художник будет открывать еврейский музей. На мне была большая ответственность, и это был настоящий вызов. То, что вы видите здесь, было сделано специально для этого нового музея. Ансель Мкифер родился и вырос в Германии. К еврейству никакого отношения не имеет, хотя долгое время изучал кабалу и еврейский мистицизм. А главной темой своего творчества он выбрал Холокост, как воплощение германской катастрофы. Еще в 1969 году он прославился провокационной инсталляцией, обращавшей внимание зрителей на живучесть нацизма. И сейчас, бродя по его выставке в Тель-Авивском музее, невольно задумываешься, как человек со стороны смог так точно передать боль и страх, пережитый еврейским народом в годы катастрофы и переживаемые им сейчас. Творения Кифера удобно расположились в окружении произведений современного израильского искусства, для которых новое здание стало первой по-настоящему крупной выставочной площадкой. Раньше произведения израильских художников, созданные в период с начала 20 века и до наших дней, выставлялись лишь частями. Для всего собрания просто не было места. Зато сейчас можно насладиться израильским искусством во всем его многообразии. Первые полгода главные залы музея будут необыкновенно просторными, без стен. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть красоту помещений и искусство архитектора. По нашему скромному мнению, новое здание – это что-то из ряда вон выходящее, икона архитектурного стиля. Уже сейчас трудно сказать, что в нем самое чудесное. Некоторых восхитит внешняя облицовка, которая состоит из 460 отдельных бетонных плит, а некоторых – впечатляющее содержание музея, всеобъемлющая коллекция произведений израильского искусства. Открытием нового здания музея муниципалитет Тель-Авива объявляет 2012 год годом искусства. Продолжая про Генделева, это, кстати, очень его тема, тема катастрофы. Он очень был к этому чувствителен. Вот я сегодня вспоминал его стихи, которые как раз Шмаков пел, про то, что жизнь – это Сорочка Мачакова. Там непонятно вначале, она звучит как дворовая песня, и вдруг ты понимаешь, что все происходит в концлагере. Повышенное чувство катастрофы, оно его и сделало чем-то отдельным среди ленинградских поэтов. Никто из них, в том числе евреи, только не писал об этом. А он все время так или иначе к этому возвращался. И он нашел выход. Собственно, чем можно ответить на катастрофу. Только или самоубийством, невозможностью жить. А возможность жить открывается только в одном месте, куда он и переехал. Он всегда соблюдал Йом-Кипур, постился. И когда я однажды его спросил, зачем он это делает, он сказал, я хочу в этот день быть со своим народом. И он не шутил. Более того, вы знаете, Зеф, я помню трогательную сцену, когда в Москве это было, когда он собрал нас всех на Йом-Кипур, приготовил нам обед, а мы не соблюдали. Сходил с нами в синагогу, и мы обедали, ели и выпивали, а он нет. Посмотришь из глазниц Ни тьмы и ни печали Покоен вид зари Заря восходит в ведь Я выпускал бы птиц Когда бы они летали И есть куда лететь Смотри на Вавилон Со стен Ярусалима Колокола гудят Язычники поют Посмертный небосклон Заря проносит мимо В долину, где встают Смотри на Вавилон На мирные жилища На башню для какой Гранились валуны Все мир твой и полон Но око с неба рыщет Покор твоей спины Его не постигла обычная болезнь поэтов Или, не знаю, это уже не болезнь Он не перестал писать к 30 годам Он продолжал писать до самого конца И он ни разу не исписался У него были моменты, когда он прекращал Говорил, я больше не поэт Были Но он всегда возвращался Но потом выяснял, что он все-таки поэт И он продолжал И поднимался все выше и выше Его последняя книга Абсолютно гениальна Если она будет понята Изменится понимание русской поэзии, я думаю Если она будет понята правильно Зеев, если опираться на то, как вас описал Генделев По всей видимости, он сказал правду Вы были палеолингвистом Московской выучки Булгаковедом из Иерусалима И в Москве вы были Владимиром Петровичем Назаровым В Иерусалиме стали Зеевом Барселой Как это все получилось? Получилось очень просто Как обычно, Владимир Эквивалентно Зеевом Субатинского Зеев А что касательно Фамилии, то это просто Отчество Петрович Барселло, это значит Сын Скалы Правда ли вы, что вы из казаков? Да, это правда Хотя об этом я узнал в последний год жизни отца Он никогда не признавался Оказалось, что я родственник последнего Выборного атамана войска Донского Генерала Назарова Но там была еще интересная вещь Дело в том, что Мой прадед Женился на Черкешенке И когда Он привез ее в родную станицу Филоновскую То Станишники Решили ее убить Скорее всего За колдовство И, кстати, видимо Эта история вошла в роман Тихий Дон Но в отличие от героя Романа Тихий Дон Мой прадед Не позволил убить свою жену А сел на поезд И уехал в ближайшую Русскую губернию Воронежскую И поселился там Так что в моих жилах Там не только русская Но и черкесская кровь есть Так что все хорошо И вот этот казачий бэкграунд Он, собственно, и сподвиг вас К работе над Шолоховым? Нет, нет, нет Меня это совершенно не интересовало Это я вспомнил только потом уже Нет, меня это заинтересовало Исключительно как филологическая проблема Неразрешенная Вы 30 лет работали над Шолоховым И доказывали, и доказали По всей видимости Что Тихий Дон написал не он Что он написал не просто не он Это доказать было проще Для этого не нужно тратить 30 лет Достаточно посмотреть на Шолохова А вообще, если говорить серьезно А что суба человека хороший рассказ? Это не его Ну не важно Тоже не его? Да, все не его Он вообще ничего не писал Как только вышел роман Тихий Дон В 1928 году Все задумались над тем Кто его автор Что из себя представляет автор И сразу стало понятно Что этот человек Во-первых, зрелый Прекрасно знающий Дореволюционную жизнь Прошедший Первую мировую войну Прошедший Гражданскую войну И знающий жизнь Только Белого лагеря Когда оказалось Что Шолохову В момент начала Первой мировой войны Было 9 лет А в момент конца Гражданской 14 То люди стали задавать вопросы Каким образом это возможно Кроме всего прочего Роман Тихий Дон Обнаруживает чудовищную Небывалую начитанность Ну это Гомер, Ипсон Аббат Прево Нужно было на основании романа Выделить некоторые характеристики Возможного автора Получилось так Что этот человек Родившийся около 1790 года Естественно Или казак Или долго живший на Дону И естественно Тихий Дон Не был его первым произведением Вот вооружившись Этими нехитрыми лекалами Я прочесал всех Жителей Дона Которые имели отношение К литературе Означенным параметрам Соответствовал только Один единственный человек Это был Виктор Севский Ростовский журналист Настоящей фамилией Имя Вениамин Алексеевич Краснушкин Родился в 1890 году В станице Филоновской Та из которой Происходят мои предки Был журналистом Его общее число Написано им громадно И теперь я могу доказать Уже с текстами в руках Что Тихий Дон Принадлежит именно им А как так получилось Что Шолохов присвоил себе Его произведение Судя по всему Шолохов не виноват Он ничего не присваивал Его выбрали И назначили автором А роман был присвоен Совершенно другой организации Это была ЧК Судьба Виктора Севского Такова Он не успел отступить с белыми В апреле его посадили Особый отдел Кавказского фронта Требовал чтобы его Немедленно Отправили В Москву К Дзержинскому И с тех пор Мы ничего о нем не знаем Зеев Я желаю вам Закончить ваш труд И вообще всяческих успехов Большое спасибо за беседу Спасибо вам